Первые шаги по включению обсерватории в список ЮНЕСКО предпринимались еще с 2009 года в рамках форума «Астрономия и мировое культурное наследие». На круглом столе, прошедшем 8 и 9 апреля, обсудили атрибуты универсальной ценности обсерватории Казанского университета, их значение для науки, истории и культуры. Обсерватории, которые представляют себе историческую и образовательную ценность, вот эта сеть, она должна сплотиться и любое включение обсерватории из этой сети в список наследия ЮНЕСКО означает такую моральную поддержку. Это позволяет теперь этим обсерваториям консолидированно выступать, получать мировые гранты мирового сообщества для того, чтобы развивать интерес человека к космосу. С 2014 года, после перезахоронения останков одного из основателей обсерватории Василия Энгельгарта, учеными была проделана серьезная работа по подготовке объекта к номинации. В 2019 году он вошел в предварительный список Всемирного культурного наследия. Прогноз о сроках завершения процесса дал заведующий кафедрой Всемирного культурного наследия Казанского университета Рафаэль Валеев. Сейчас идет работа над самой номинацией. Собственно, эти круглые столы и конференции для чего проводятся? Для того, чтобы сплотить всех экспертов, всех ученых, международных в том числе. Мы планируем к концу сентября, есть определенный регламент, по которому мы идем, мы будем отправлять к концу сентября в Центр Всемирного наследия документы для того, чтобы проверить на комплектность, а затем по регламенту мы должны к 1 февраля следующего года представить полный набор всей номинации. Пока вопрос о включении объектов в список ЮНЕСКО остается открытым, посетить их могут все желающие. А к 60-летию космического полета Юрия Гагарина в астрономической обсерватории имени Энгельгарта и планетарии Казанского университета запланирована бесплатная программа. Ариадна Кугушева, Виолетта Басова, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова